Как и начиналась четвертая волна медленно, так мы сейчас видим, и только она начинает потихоньку отпускать наш город и общую ситуацию. То есть на сегодня мы снизились по амбулаторным пациентам до 250, то есть еще на прошлой неделе было свыше 300. Остается напряжение по детям, но по крайней мере оно также уже не увеличивается, и на сегодня 29 несовершеннолетних у нас наблюдается. Также хочу сообщить из положительного, что тяжелых детей, опять же, пока за эту неделю не зарегистрировано с течением ковида. Соответственно, в госпитале 87 на утро максимальное снижение было, у нас наблюдалось после выписки понедельника и вторника, вчера 80, но вчера произошло 13 госпитализаций. До этого 2-3 госпитализации, немножко мы вздохнули свободней и, соответственно, уменьшилось количество. Но тяжелых пациентов остается еще много в госпитале, 56 человек находятся на кислороде и 5 человек получают аппаратную поддержку, аппаратную вентиляцию. На сегодня проводим работу также с госпиталями Сачинска, с базовыми, переводим тяжелых пациентов. Я говорю, что в эту волну нас очень хорошо помогает, спасает и радует, что мы имеем постоянную возможность каких-то пациентов перевести на более высокий уровень. Продолжаем взаимодействие с краевой больницей. То есть, медленно, но верно, я думаю, четвертая волна у нас отступает. Но, чтобы не было уже пятой, как говорится, и всего остального, продолжим нашу болевую точку этой вакцинации. К сожалению, наш город, он продолжает оставаться в антирейтинге по вакцинации. На сегодня полностью завершивших вакцинацию 51%, при том, что в крае, как мы знаем, средний процент уже под 60%. Ну, а есть территории, которые достигли того целевого показателя 80%. Это конкретно, я знаю точно, Шарыповский район достиг этот показатель. Это поселок Кедровый, рядом с городом Красноярском, перевалил этот рубеж. Ну, и ряд северных территорий, где тоже, видимо, более организованно это все прошло. Спасибо. 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 Спасибо.